Привет, меня зовут Алена, я занимаюсь подготовкой к ОГЭГ, и этот плейлист, ссылочка будет в описании, посвящен четвертому заданию, и конкретно тригонометрии, что может попасться. Что вы должны уметь? Уметь пользоваться кругом, знать тригонометрические тождества основные, уметь пользоваться формулами приведения, то есть менять синус, косинус, тангенс, катангенс, и знать альфа плюс бета углы и двойной угол. Наше задание сегодня это найти тангенс альфа, если 3 синус альфа минус 5 косинус альфа плюс 2, деленное на вот это все равно 1 третий. Ну так как у нас дробь, самое первое, что приходит в голову, это привести к общему знаменателю, то есть всю первую дробь мы домножаем на 3, а вторую дробь мы домножаем на весь вот этот знаменателю. Что получится? Получится 9 синус альфа минус 15 синус альфа плюс 6 равно синус альфа плюс 3 косинус альфа плюс 6. Так, что у нас, что у нас, что у нас? Угу, я вот здесь неправильно написала. Там должен быть косинус, а я написала синус. Справляемся. Синус косинус 6 синус косинус 6, да. Все верно. Сразу же видим, что у нас есть плюс 6 и плюс 6, они сразу уничтожаются. Здорово. Значит, у нас остается только синус и косинус. Давайте посмотрим, куда можно все попереносить, чтобы оно было положительное. Допустим, синус можно перенести влево, а косинус право. Давайте так и сделаем. То есть это будет 9 синус альфа минус синус альфа равно 15 косинус. Косинус альфа плюс 3 косинус альфа. Получается 8 синус альфа равно 18 косинус альфа. Так, что нам надо найти. Тангенс, нам надо найти тангенс. Но раз надо найти тангенс, тогда что мы делаем? Делим все на косинус. Делимся на косинус альфа. Я прямо это тоже пропишу, как в прошлый раз. Здесь косинус альфа и здесь тоже косинус альфа. Напоминаю, что мы можем делать одно и то же действие, но только при условии, что мы делаем его с левой и правой частью одновременно. То есть у нас будет 8 умножить на Тангенс равно 18. Нам нужен тангенс, поэтому тангенс альфа. Чтобы найти тангенс, нам нужно поделить на число перед переменной, то есть делим на 8. 18 делим на 8 и это получится 2,25. Столбик это тоже поделить не проблема. 18 делим на 8, берем по 2, минус 16, в остатке 2, целая часть кончилась, ставим запятую, берем по 2, минус 16, в остатке 4, нолик приписываем и берем по 5, 5,8, 40. Так, что мы делали здесь, давайте вернемся. Во-первых, у нас дроби, а значит мы приводили к общему знаменателю. Во-вторых, опять, чтобы получить тангенс, мы должны догадаться поделить на косинус. А в-третьих, чтобы тангенс получить, мы должны догадаться поделить на число перед переменной, как обычное уравнение. И все, вот все моменты данного задания.